В самом начале я хотел бы буквально несколько слайдов показать про 23-й год. Если помните, на этой сцене ровно в декабре прошлого года мы все друг другу желали, чтобы этот год закончился, 22-й имеется в виду, поскорее начался Новый год, в котором все будет по-другому. Ну что ж, прошло уже первый квартал, мы закрыли, апрель подходит к концу, и мы с вами видим, что в принципе ничего серьезного не произошло больше, если сравнивать с декабрем и что есть сейчас. Но можно отметить несколько трендов, которые мы сейчас наблюдаем. Первый, мы их разделили на три этапа. Значит, первый это экономика, потребитель и рекламодатели. Можно с большой, с такой осторожностью сказать, что происходит с экономикой. Мы видим, что экономика чувствует себя достаточно стабильно, и несмотря на то, что все пакеты санкций запущены, потолки цен уже в действии, экономика держится, и от квартала к кварталу чувствует себя все более и более устойчиво, адаптируется. Есть несколько примеров. Первое, это прогноз Минэкономразвития России по ВВП 2023 года. Они улучшили показатели с минус 0,8 до плюс 1,2. И МВФ, который повысил прогноз ВВП России, раньше был плюс 0,3, сейчас плюс 0,7. То есть более-менее мы с осторожностью, но считаем, что экономика адаптируется и становится все более и более устойчива к этим вызовам. Второе, потребитель. Потребитель, который был весь погружен в геополитическую и макроэкономическую повестку 2022 года, мы видим, как он потихоньку возвращается к своей обычной повседневной жизни. Уровень тревожности стабилизируется, и мы видим, что потребительские траты потихоньку начинают у него расти. То есть потребитель все больше и больше возвращается к своей обычной рутине. Это мы сейчас наблюдаем. И третий момент, это рекламодатели. Очень существенно изменились клиентские листы в Национальном рекламном альянсе и в других компаниях, в других площадках на три категории примерно можно разделить сейчас рекламодатели. Мы в НРА так делаем. Первое, это те, кто размещались в эфире в телевизионном до 2022 года и продолжают это делать крупный. Сейчас мы говорим о российском бизнесе. Вторая группа, это те рекламодатели, которые локализовались, то есть условно новые рекламодатели, но живущие по старым принципам, а именно вкладывающие в брендинг и в имидж. И третье, это совсем новые, которые появились в 2022 году и продолжают работать в 2023. Вот на следующем слайде я хотел показать, как изменились топы у рекламодателей в телевидении. Это свежие данные за первый квартал 2023 года. Можете посмотреть. Посмотрите, топ менялся очень существенно в 2022 году и в 2023 продолжает меняться. И я думаю, когда мы здесь с вами соберемся в конце 2023, мы увидим какой-то другой опять топ. В общем, так динамично и бурно все меняется, хотя до этого топы не менялись последние 20 лет. То есть такая существенная история. Что мы здесь видим? Вот справа на чарте вы видите пять категорий основных, кто растет. Серьезно укрепили свои позиции офлайн ритейл плюс 36%, интернет торговля, финансы, телеком и кафе-рестораны по 9%. Что здесь приятно можно увидеть? В десятку лидеров категории ворвались безалкогольные напитки. Вы видите, они сейчас на 10 месте с ростом. И это понятно. В этой категории идет активное импортозамещение, которое началось в прошлом году и происходит сейчас. Тройка выглядит следующим образом. Фарма, финансы, e-com. Продукты питания потеряли позиции. И на мой взгляд, здесь могла бы помочь локализация крупных игроков. Мы дальше будем наблюдать за этой ситуацией. Что еще касается первого квартала? Снова растет перформанс в телевизионных рекламных роликах. Если раньше это было 26%, если мы сравниваем квартал к кварталу, то в текущем году в первом квартале уже 35%. То есть каждый третий рекламный рубль так или иначе посвящен перформансу в телевизии. Нас в НРА это немного пугает, потому что принципы НРА – это все-таки работа с имиджевой рекламой и построения бренда. Об этом мы поговорим в секции НРА, которая называется «Брендинг-23». Она будет проходить в зале номер 2 в 12.45. Приглашаем вас туда. Однако стоит отметить, что есть ряд категорий, которые стремятся все-таки увеличивать брендинговую коммуникацию в телевизионных рекламных сообщениях. Вот здесь вы увидите товарные категории, финансы, ритейл, интернет-сервисы, которые увеличили в объемах своих коммуникаций в роликах именно брендинговую составляющую. Посмотрите, финансы на 10 пунктов, ритейл офлайн на 6 пунктов, интернет-сервисы на 10 пунктов. И вы все прекрасно понимаете, что особо новых игроков не появилось. То есть мы говорим о том, что бизнес этих категорий в частности сознательно идет в сторону увеличения имиджевой коммуникации в телевидении. Что важно здесь еще сказать в завершении моих слайдов. Мы находимся в эпоху перемен. Мы сейчас с вами уже находимся на этапе строительства нового рынка. Вы увидите сегодня цифры по телевидению, по другим медиа. С нами представители рекламных агентств, с нами представители бренда, других площадков, исследовательской компании. Все слайды, презентации, что вы сегодня увидите, будут говорить о том, что мы в изменяющемся мире. И, конечно, можно ждать, когда этот период нестабильности закончится, начнется период стабильности, и мы будем жить по-другому. Но ждать ничего не нужно. Тенденции 2022 года и 2023 говорят о том, что надо перестраиваться нам уже прямо сейчас. Надо перестраивать механизмы, бизнес-процессы, правила и законы, по которым работает рынок. Мы на новом рынке, и как будет выглядеть этот рынок зависит полностью от нас.